Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. В честь профессионального праздника сотрудников отрасли поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Подробности в репортаже наших корреспондентов. День нефтяника – праздник миллионов специалистов. Каждое первое воскресенье сентября его отмечают геологи, инженеры, бурильщики, специалисты в области логистики и менеджмента. В профессиональный праздник сотрудников отрасли со сцены Приволжского оператора магистральных нефтепроводов поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Нефтедобыча, нефтепереработка, транспортировка являются очень важным сегментом диверсифицированной экономики региона. Вам поручено блюсти сохранять стратегические запасы, стратегические нефтепроводы от того, как эта работа делается. Профессионально, ответственно, соблюдением всех мер безопасности зависит не только экономика нашего региона, но и экономика страны в целом. Топливный энергетический комплекс – это не только драйвер развития, но и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Вы, дорогие мои друзья, выполняете важнейшую государственную задачу. Вы занимаетесь в том числе развитием экономики страны и региона. Хочу пожелать стабильности в работе, без аварийности, убеждена, что вы как были флагманом, так и останетесь. С праздником, дорогие друзья! Нефтегазовый сектор представляет собой многоуровневую область деятельности, в которой востребованы специалисты с самыми разными навыками и компетенциями. Наша работа заключается в контроле качества нефти. Мы проводим испытания нефти, такие как определение плотности нефти, воды, определение давления насыщенных паров, нефтемехопримеси, ну и другие анализы, которые необходимы для качества нефти транспортированной по трубе. Самарская нефтянка участвует в реализации социальных проектов и программ, в их числе цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, экология, а также международная кооперация и экспорт. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Подготовку города к отопительному сезону обсудили на еженедельном совещании в мэрии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Как доложил руководитель департамента городского хозяйства Олег Ивахин, 15 участков готовы к работе, на них уже восстановлено благоустройство, на 10 объектах готовность составляет 90-95%. На оставшихся участках работы по замене труб планируют закончить до 15 сентября, после чего перейдут к восстановлению благоустройства, которое не станет преградой к началу подачи отопления в дома и объекты социальной сферы. Всего в городе в этом году меняют почти 35 километров теплосетей. Это рекордные цифры для Самары. Масштабную работу удается проводить благодаря переходу на новый способ ценообразования – альтернативная котельная. Напомню, что для привлечения дополнительных инвестиций Самара вошла в единую ценовую зону теплоснабжения, став одним из первых городов-миллионников, где летом прошлого года стартовала реализация новой модели. Все самое свежее, полезное и вкусное. В Самаре открылась новая муниципальная ярмарка. Она начала свою работу на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Благодаря современному оборудованию здесь появилась возможность вести торговлю круглогодично. Тему продолжат наши корреспонденты. Производством сыров Сергей Волков занимается уже 15 лет. Говорит, на ярмарке товар уходит в лед. Вместе с напарником Александром они делают не только мягкие, но и твердые сорта сыра. В погоне за натуральностью продукции пришлось даже уехать в другую область. Молоко там более качественное, признаются сыровары. Теперь, благодаря комфортным условиям, которые созданы на новой площадке, продавать свою продукцию напарники будут круглый год. Вот смотрите, сейчас на улице идет дождь, у нас здесь хорошо, светло, тепло. Потому что людям нужно где-то закупаться на рынках, цены вы видели какие. Муниципальная ярмарка на пересечении улиц Киевской и Тухачевского представлена в трех шатрах. Все они разделены по категориям. В первом – овощи и фрукты, в том, что по центру мед, молочная и злаковая продукции. В крайнем торгуют мясом и рыбой. Все они соединены между собой специальными переходами, которые позволяют, не выходя на улицу, перемещаться между торговыми шатрами. Здесь есть первая транспортная развязка и доступность для и потребителей, и для продавцов. Большая площадка, обустроенная нами для и парковки, и подвоза продукции, исходили прежде всего из потребностей жителей. На ярмарке представлено более 150 торговых мест для сельхозпродукции. Организованы места для пенсионеров. Так, места-то хорошие. Мы под крышей. Дождь был целый день, но мы не замерзли, не намокли. В этом плане хорошо. И наши места пенсионные, бесплатные. Все шатры муниципальной ярмарки оборудованы системой кондиционирования, инфракрасными обогревателями. Поэтому работать площадка будет со вторника по воскресенье круглый год. Ольга Павлова, Никита Колосов, Константин Головин. События. Жители Куйбышевского района не останутся без общественного транспорта. На один из популярных маршрутов в этой части Самары вышли четыре дополнительных автобуса. Они заменят троллейбус под номером 6, который сейчас временно отменили из-за ремонта контактных сетей. Подробности в репортаже Михаила Ермоленко. Транспортная доступность центра города – одна из самых обсуждаемых тем у жителей Куйбышевского района. В этой части Самары продолжается строительство подходов к Фрунзенскому мосту. И некоторые маршруты общественного транспорта пришлось отменить. Например, совсем недавно перестал ходить популярный троллейбус под номером 6, конечной остановкой которого был губернский рынок. Но решение нашлось. Там демонтирована контактная сеть троллейбуса 6 маршрута. Соответственно, троллейбус этот не ходит. По его маршруту предприятием был пущен автобус. К нам пошли обращения, в том числе через социальные сети, о том, что выпуск этих автобусов надо увеличить. Он востребован, на нем ездят пассажиры. И с сегодняшнего дня на линию у нас вышло четыре автобуса, которые будут стабильно там работать каждый день. Дополнительные автобусы вместо привычных троллейбусов – временная мера, говорят специалисты Департамента транспорта. После завершения строительства подходов к Фрунзенскому мосту демонтированные контактные электросети вернут на прежнее место. А с ними вернутся и троллейбусы. Будет приемлемо для тех, кто едет до гастронома, до остановки. Я думаю, нормально. Работают дополнительные автобусы в обычном для жителей режиме. В транспорте действует электронная оплата проезда и все виды социальных льгот, включая последнюю – скидка на проезд по карте МИР и карте жителей Самарской области. Кроме того, соблюдаются и противоковидные меры. Салоны автобусов ежедневно убирают и дезинфицируют все контактные поверхности. Также пассажирам напоминают и про обязательное соблюдение масочного режима. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 461 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 92 907. Тем временем в областном центре продолжается соблюдение масочного режима в общественных местах, включая пассажирский транспорт. Сегодня проверки начались с остановки площадь памяти на улице Мичурина. Эта крупная транспортная развязка охватывает автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты. В масочный рейд отправилась наша съемочная группа Ольга Хомракулова с подробностями. С началом учебного года в Самаре усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, включая пассажирский транспорт. Ежедневно в рейдах участвуют представители городского департамента транспорта, предприятий перевозчиков, добровольной народной дружины и полиции. К межведомственным проверкам подключились и специалисты регионального Минтранса. Мониторинг проводят в утренние и вечерние часы, а также в межпиковое время. Сегодня проверки начались с остановки площадь памяти на улице Мичурина. Эта крупная транспортная развязка охватывает автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты. Нарушители просят надеть маску или покинуть салон, иначе транспортные средства не должны отправляться от остановок. В конфликтных ситуациях наряды полиции составляют протоколы в отношении нарушителей. Сотрудники полиции в статье 20.6.1, часть 1, оформляют такого нарушителя. Штраф там до 30 тысяч рублей. В таком режиме мы работаем фактически год уже с прошлого сентября. С января по сентябрь этого года таких протоколов составлено 343, за прошлую неделю 3 штуки. При отказе пассажира просят покинуть транспорт и выписывают протокол. Затем административный материал направляют в суд для принятия решения. Но все же большинство самарцев с ответственностью относятся к соблюдению масочного режима. Конечно, я просто знаю, чуть так плыть, да я сама переболела. Следят и за соблюдением масочного режима, и за частотой подвижного состава. Напоминаем изо дня в день нашим экипажам, нашим сотрудникам, о том, что необходимо надевать защитные средства. Также мы вместе с работой по разъяснению, мы ведем обработку подвижного состава. Мы обращаемся к уважаемым родителям, чтобы не забывали пополнять транспортные карты детей и выдавали защитные средства ребенку. Наличие прививок и другие комплексные антиковидные меры – не повод отказываться от маски. Распространяется это правило и на детей, и на взрослых. Средства индивидуальной защиты нужно надевать еще до входа в салон. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ставки по ипотеке стали расти. С чем это связано? С ростом ключевой ставки Центробанка. Если она достигнет 7%, ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 9,5%. Но сначала о курсах валют. Курс доллара на 7 августа – 72,95 рубля, евро – 86,57 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке 71,94 доллара за баррель. Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – подскочила до рекордных значений. К утру понедельника 6 сентября она составила 51,6 тысяч долларов за монету. Это максимум с мая 2021 года. Рекордного пика цены на основную криптовалюту достигли в апреле. Тогда стоимость биткоина превысила 65 тысяч долларов. Но потом цена резко пошла на спад. В июле стоимость биткоина обвалилась ниже 30 тысяч долларов. Аналитики объясняют нынешний рост ситуации на мировых рынках и общим интересам инвесторов к рискованным активам на фоне роста основных акций. Ставки по ипотеке начали расти. В августе их пересмотрели 47 банков, а на кредиты наличными – 40. Повышение стоимости этих продуктов вызвано ростом ключевой ставки Центробанка. К концу 2021 года она составит 7,7,25%, полагают эксперты. Если этот прогноз сбудется, ипотека подорожает. Ставки по ипотеке первыми реагируют на процентную политику Центробанка, а затем идет изменение стоимости депозитов. Центробанк является кредитором последней инстанции. Он влияет через ставку на стоимость денег в стране в целом. Так что ставки вырастут везде. В Национальном рейтинговом агентстве полагают, что при прогнозируемом росте ключевой ставки до 7% в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут вырасти в среднем до 9,5% по жилищным кредитам, по автокредитованию до 14,5%, по потребительскому кредитованию до 22%. Экспорт сладостей из России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился. Объем поставок вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма продаж составила 709 миллионов долларов. Это плюс 19%. За рубеж российские компании продавали в основном шоколадные изделия. На их долю пришлось почти 48%. Этот показатель является самым высоким по динамике роста среди всех видов сладостей. В Минсельхозе отметили, что такой рост связан с восстановлением спроса за рубежом после снятия антиковидных ограничений. В России импорт иностранного вина вырос почти на 25%. Рост показателей в Минсельхозе связали с низкой базой 2020 года из-за локдауна, когда в страну ограничили ввоз вина. При этом производство российских вин за тот же период сокрасилось почти на 12%, а продажи упали на 8%. Отечественные виноделы стремительно теряют долю на рынке. За первое полугодие 2021 года она снизилась с 62% до 50%. Этим летом российским производителям вина помешала непогода. Так, Краснодарская фоногория потеряла до 20% урожая. Неурожай привел к подорожанию винограда для вина. Оптовые цены в Крыму за год поднялись с 60 до 150 рублей. В Краснодарском крае с 60-70 до 100 рублей за 1 килограмм. В итоге конъюнктура рынка вина складывается в пользу импорта. Испания, Грузия и Франция удержали свои позиции основных импортеров вина в Россию. А Италия и Португалия увеличили поставки. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. До выборов в Государственную и Губернскую думы осталось 11 дней. В Самарской области участки оснастят комплексами обработки избирательных бюллетеней. Их преимущество – устройство, точность и скорость подсчета голосов. Один бюллетень машина обрабатывает за 3 секунды. С работой Каибов ознакомилась мэрия Елчан. Печать распознана. Найдена отметка. Один. 338 комплексов обработки избирательных бюллетеней появятся на участках голосования в Самарской области. Их установят там, где максимальное количество избирателей. Каибы не только облегчат работу комиссии при подсчете голосов, но и исключат человеческий фактор. Ведь ручной подсчет заменяется автоматическим. Современные комплексы оснащены встроенными аккумуляторами. Поэтому даже в случае отключения электричества Каибы будут функционировать. Работу комплекса в тестовом режиме продемонстрировали во время заседания общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Комиссия должна ввести Каибу дополнительные сведения. То есть какие дополнительные сведения. Каиб не знал, сколько избирателей по списку. Сколько бюллетеней комиссия получила. Потому что для него это не важно. Он знает только, сколько в него опустили. Действительно они, недействительно. И сколько за кого. Всю дополнительную информацию, чтобы составить потокол, комиссия должна ему дать. Впервые Каибы будут работать в течение всех трех дней голосования. 17, 18 и 19 сентября. За ними будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. И это поможет предотвратить возможность вброса бюллетеней. Кроме того, на всех участках прозрачность выборного процесса будут обеспечивать общественные наблюдатели. Для них общественный штаб выпустил прошуру, где прописаны их права и обязанности. Роль наблюдателя на любых выборах очень сложно переоценить. Поскольку наблюдатель это и свидетель, и контролер, и арбитр. Поэтому роль его очень важна. И хотелось бы, чтобы он в более полной мере исполнил принятые на себя, не побоюсь сказать, обязательства в этом плане. За время работы штаба общественного независимого наблюдения за выборами прошло порядка 70 мероприятий, на которых подготовили свыше 5000 наблюдателей. Еще 300 жителей проявили интерес к общественному наблюдению и заполнили заявки во время работы живых информационных центров. Теперь им предстоит обучение. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стал член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности и правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Мэри Илчан, Николай Сидоров. События. Члены общественного штаба независимого наблюдения за выборами проверили готовность избирательных участков к процедуре голосования. Ознакомились с тем, как будут обеспечены санитарные требования и выяснили все о гарантии сохранности бюллетеней. Подробности далее. Процедура голосования 17, 18, 19 сентября будет проходить максимально бесконтактным способом. Для обеспечения безопасности здоровья участников избирательного процесса в Самарской области делается все необходимое. На каждом участке при входе проводится термиметрия и установлены защитные экраны. Всех голосующих обеспечат индивидуальными наборами, в которых будут маска, перчатки и ручка. На каждом избирательном участке, где, возможно, будет предусмотрен отдельный вход и отдельный выход, чтобы развести потоки избирателей, будут везде наклеены сигнальные ленты для того, чтобы у нас избиратели могли соблюдать санитарную дистанцию. Готовность избирательных участков проверили представители общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Я хочу отметить, что совершенно четкая работа и самое главное, что все необходимые правила санэпидемнадзорные, установленные, мы выполнили в полной мере. Это было совершенно доступно и понятно. В 63-м регионе будут работать 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. На всех используют видеонаблюдение. Впервые оно будет вестись в течение всех трех дней голосования. Под обзором камер – ящики для голосования, КАИБы и сейфы, где будут храниться сейф-пакеты. Избирательные бюллетени из переносного ящика для голосования перемещаются вот в такой сейф-пакет. Он имеет серийный номер и индикаторную ленту, вне которой не менее двух членов участковой комиссии должны поставить свои подписи. Трансляция видеонаблюдения с избирательных участков будет доступна на служебном портале кандидатам, наблюдателям и организаторам выборов. Камеры не прекратят работать даже в случае отключения света. Для этого есть источник бесперебойного питания. Затем, чтобы вся техника была исправна, будут следить специалисты цифровой компании связи. Мы видим, у нас удаленный доступ есть ко всему. Мы это все видим, все намечаем, все мониторим. Когда, если что-то вдруг, не дай бог, там случается, мы все это видим и оперативно предпринимаем меры по устранению проблем. За ходом голосования будут следить и общественные наблюдатели. Их в Самарской области более пяти тысяч. Все они уже прошли обучение. Мэри Елчан, Василий Кладошов, События. Яркое культурное событие не только для нашего региона, но и для всей страны. В Новокуйбышевске стартовала региональная программа «Лучшие спектакли в городах России» и национальной театральной премии «Золотая маска». Зрители увидят самые яркие премьеры последних лет, отмеченные экспертами. Подробности в нашем сюжете. Ты будешь и в Сануэре, но и в Сануэре. И у меня будет автомобиль еще иди в машину. И у тебя будет автомобиль иди в машину. Лучшие спектакли российских городов и стран Балтии на одной сцене. В Новокуйбышевск «Золотая маска» проезжает уже в третий раз. Все благодаря театру-студии «Грань», который неоднократно становился номинантом и дважды лауреатом «Золотой маски». Это авторитетная и престижная награда. Она вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. События в культурной жизни страны, региона, конечно, Новокуйбышевска, фестиваль, лучшие спектакли, которые увидят зрители Новокуйбышевска. Большой праздник. Знаю, что очень много людей едут сюда, на этот фестиваль, из других городов и сел Самарской области. Я очень надеюсь, что этот особый культурный код, который есть у этого трудового города, города Новокуйбышевска, он сегодня способствует развитию культуры в целом регионе. Президент фестиваля «Золотая маска» Игорь Костолевский подчеркнул, Новокуйбышевск – географически небольшой, но значимый город на театральной карте страны. Здесь необыкновенный зритель. При формировании программы для разных городов организаторы фестиваля всегда учитывают насмотренные зрители. И в Новокуйбышевск готовы вести сложные для осознания постановки. Стратегическая задача «Золотой маски» – это такое, ну, как вам сказать, снятие культурных барьеров. Потому что, и чтобы была возможность как можно большим регионам увидеть действительно хорошие, интересные, сложные, разные спектакли. И в этом направлении мы двигаемся, и мне кажется, что это одна из самых основных задач – открывать новые регионы и привозить туда спектакли. Ну, причем спектакли, знаете, это или лауреаты «Золотой маски», или которые в «Ломк листе», или которые были в номинации. Во всяком случае, это все спектакли, которые мы привозим, они отмечены качеством. Программа фестиваля стартовала со спектакля «Обещание на рассвете» Московского театра имени Пушкина. Зрители также смогли увидеть постановки «Комната Герды» и «Ревизор». Завершит фестиваль спектакль башкирского театра драмы «Зулиха открывает глаза». Студентов театральных вузов, а также актеров и педагогов помимо спектаклей ждет образовательная программа. Губернатор Дмитрий Азаров и президент фестиваля Игорь Костолевский решили, что в следующем году фестиваль «Золотая маска» в расширенном формате пройдет в Самаре. Виктория Шарая, события. Сегодня иудеи всего мира отмечают Новый год. Рошхашана с иврита переводится как «голова года». С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года, уже 5782 по счету. Это один из наиболее важных еврейских праздников. Его отмечают два дня. Согласно Торе, Рошхашана символизирует создание мира. Это и сотворение первых людей, и вкушение запретного плода, окончание всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения и другие важные события библейской истории. В этот период в богослужении преобладают мотивы самоанализа и покаяния. Вспомнить обо всем, что случилось за год, признаться себе в совершении недобрых поступков и искренне в них раскаяться. Одна из традиций еврейского Нового года – трубить в духовой инструмент шафар во время торжественной службы в синагоге. Это является призывом к молитве, покаянию и извещением о наступлении Нового года. Во время трапезы в дни Рошхашана запрещается есть горькую и кислую пищу. Иудеи верят, что в этом случае Новый год может принести горести и беды. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары Гиз, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!